ну что всем привет мне говорят что я в эфире у нас с вами продолжение разговора про разработку приложений под linux вот и сегодня в очередной очередной трюк из серии впихнуть невпихуемое вот а именно разговор об отладке дело в том что разговор об отладке требует на самом деле не то чтобы обширного но довольно специфичного специфического как правильно сказать объемы знаний о том что собственно вы отлаживаете вот соответственно предполагается что это опять таки было у вас на курсе операционных систем что-то я подозреваю что даже если она бы даже если она была она для многих прошло не то чтобы совсем бесследно но без особых без особых без особой привязки к real life вот а между тем это самый что ни на есть real life суровый вот ну чего тебе надо от меня золотая рыбка возвращаясь к тем знаниям которые нам сегодня понадобятся но которых у нас нет времени активно разговаривать это структуре исполняемого объекта и библиотеки также шарит обжиг то есть объекта уровня скомпилированного но не скомпонованного который называется елев елев это экзекьют и экзекьют и был инлинка был формат то есть вот ровно для этих двух целей приспособленный формат представления некоторых бинарных файлов которые как следует из названия должны запускаться или как минимум компоноваться в виде библиотек с другими файлами вот дело в том что сама тема про елев она довольно таки развесистая вот и вот видите один это это только была структура заголовка она еще не закончилась вот поэтому именно поэтому на ее по его поводу можно очень долго разговаривать у нас этого времени нет мы должны себе представлять что вот этот бинарный файл на самом деле это не просто какие-то скомпилированные исходные тексты на там скажем си в какой-то машинный код далеко нет мы с вами помним еще из курса осей что даже в любом файле при запуске существует секция кода секция она называется текст секция данных там возможно секция ст оказать зависит от архитектуры еще каких-то данных секции глобальных данных и так далее так вот елев как раз описывает именно вот эту структуру в которой есть всевозможные секции вот видите всевозможные секции соответственно определяет правила загрузки этих самых кусков нашей исполняемой программы в память или библи или разделение библиотеки в память вот значит соответственно когда мы говорим что мы компилируем что-то на самом деле мы на самом деле мы как раз формируем вот такой вот файл который предназначен для загрузки операционной системы и запуска вот да в некоторых маргинальных случаях компиляции действительно на выходе выдаст просто бинарный который кладется просто значит в мозг процессору запускается но это как раз именно что случай маргинальный это случай работы с чистым железом безо всякой операционной системы вообще без всего такое тоже бывает и об этом у нас даже есть у часто присутствующим на наших встречах удаленно сокращенцы есть даже целый специальный курс по программированию для микроконтроля вот да так вот значит этот самый елеф это довольно сложный как мы видели формат в котором содержатся всякие нужные нам всякой нужной нам информация ну например если мы возьмем какой-нибудь простей простой файл давайте мы сразу скопи пастим из лекции этот простой файл потому что там будет какой-то код носить вот этот код носим и просто будем просто будем выполнять я вот смотрю нет ли тут какой-нибудь шашни с инициализацией нет кажется тут нет никакой шашни с инициализацией я не знаю что вот это что это означало не могу сказать ну давайте просто выполним скомпилируем эту программу это просто какая-то программа да нам в общем не очень важно ну помним что если мы не указали минус а у нас будет файл а аут давайте скажем что это за файл а аут это и как раз елеф 14-битный специальным образом скомпилированной с опцией пиепа сей позиции на dependent экзеки вот был вот динамики ли линкет и загружается в память с помощью вот этой вот штуки собственно вот эта штука на елеф собственно и читает размещают нужные секции в нужном месте памяти и так далее давайте мы его вот что сделаем скопилируем статически вот напоминаю фишку что скомпилированный статический файл начинает занимать внезапно много мегабайтов в данном случае 3 с копейками вот команда файл нам говорит что это конечно же елеф но статически собранный вот и соответственно мы чём можем сделать мы можем с помощью утилита нм который мы уже видели посмотреть его содержимое вот будут присутствовать все библи все символы из библиотеки липси которые были притянуты в силу статической компиляции а если мы его скомпилируем все-таки динамически то вот их будет существенно меньше да только те символы которые видны в данном в данном бинарнике вот при этом значит некоторые из них будут находиться в состоянии undefined вот например принтер потому что он берется из библиотеки напоминаю опять же мы об этом говорили что для того чтобы понять что за символ printf нужно эту библиотеку подгрузить динамически скомпоновать найти там этот этот самый printf и дальше с ним что-то сделать соответственно одного нм который просто просматривает список имен недостаточно определенных в данном файле а нужно использовать другую утилиту которая называется ldd вот которая умеет смотреть в какие библиотеки еще мы ходим с какими библиотеками еще с компоном вот ну что и чему сказать ред делов у прям все минус а тут будет много есть более конкретные утилиты по исследованию структуры ели файла вот например у утилита рид эльф нам будет прям вообще все рассказывать она будет рассказывать какой тип нам нашего ельфа красиво красиво с разными значит с разными подробностями она будет рассказывать сколько секций вообще у нас в этом бинарнике когда мы говорили что их три мы явно при уменьшали вот да и это еще там нет сам сабсекции нет разделов она вот нет группирования вот всевозможные заголовки дальше он парсит начинает уже сами сами разделы причем обратите внимание он его даже превращает в инструкции вот какая что где и даже так вот из каких файлов какие символы взяты вот видите вот ну и так дальше и так дальше вплоть до диза сэмблера кажется диза сэмблер в нем тоже есть а может быть он выжил в обждампе есть не в ридельфе это неважно параллельно насчет утилиты утилиты ридельф у нас на на эта часть обычных бинютилз а обждамп тоже часть бинютилз ну окей вот утилита обждамп ты выполняет обжиг дампер он выполняет примерно ту же функцию и очень похожие ключи только другие кажется она не умеет по минус x all headers вот почему то вот вот видим как то но в принципе они примерно одну и ту же функцию вполне вот он значит рассказывает про заголовок он рассказывает про вот это вот вот эти самые вот это вот секции наши да вот это вот версия обе вот здесь указано да с какими с какими конкретными версии липси он должен работать вот вот ваш табличка символов обратите внимание на то что он defined все те символы которые которые мы дергаем на которых нету ну и так дальше такая красивая штука значит а с вашего позволения я заранил вашу в информационное пространство понимание того что елев состоит из каких-то кусков кода и имен этих кусков кода в частности имен символов которые мы представляем в программе а вот дальше я туда забираться не буду потому что повторюсь почти все о чем мы говорим в этом семестре это можно превратить в отдельный спецкурс полновесно вот наш сегодняшняя тема это отладка в отладке есть как бы три требования чтобы отладка была удобной требования первое они тут не по порядку вам нужно иметь исходные тексты если у вас не будет исходных текстов вашей программы вы будете отлаживаться в ассемблерных инструкциях причем далеко не всегда очевидно когда ассемблерная инструкция заканчивается вернее так когда блок ассемблерных инструкций соответствующий некоторому оператору заканчивается начинается следующий это не очевидно где вот соответственно если исходных текстов вашей программы нету можно вполне себе отлаживаться зная зная ассемблер вот но наверное удобнее все-таки видеть исходный текст носить при этом этот исходник может лежать черт знает где ну вот в простом случае если вы отлаживаете вашу собственную программу он лежит в том же каталоге где вы запустили отлочек оттуда этот самый файл забирает вот второе требование это конечно отсутствие оптимизации потому что когда вы что-то с оптимизируете вам отлочек может рассказать оптимист out вот этот кусок этот код носи вообще отсутствует в бинарнике потому что он не нужен он был недостижим или мы выяснилось что там столько статические значения переменных поэтому все заранее вычислено скомпилировано уже в таком виде и так далее или даже цикл развернут потому что бывает что с высоким уровнем оптимизации оптимизатор некоторые статически известные примитивную рекурсии он разворачивает в последовательность кама вот значит доступ к исходникам да вот люди говорят что дезассемблер может дезассемблировать код из другой секции если вы ему это скажете сделать но только это не дезассемблер может не понять а человек который отлаживает может не понять что он залез в другую секцию и пытается дезассемблировать секцию данных так то в общем понятно что если это секция данных нет ничего там дезассемблировать вот вообще говоря и третье требование помимо значит исходников и отсутствие оптимизации это наличие debug info информации дело в том что никто кроме самого компилятора который будет проинструктирован сделать это явно не сделает вам привязку между текстом на сэмблере и текстом в исходных кодах ну откуда он знает откуда вам ваш отладчик будет знать что вот такая конкретная строчка эта строчка номер три вашей программе носить ниоткуда соответственно вот эту информацию эта информация дополнительные и нужно закладывать внутрь или класть рядом с вашим бинарником для того чтобы можно было отложить вот вот эти три требования нормальная нормальная компиляция смысле компиляция без без оптимизации наличие исходных текстов и наличие debug info разумеется распространяется и на все библиотеки с которыми вы собрались иначе вы не сможете отлаживать код вашей программы когда он вошел в эту библиотеку другое дело что вы можете доверять библиотеке и говорить не ну слушайте вот в библиотеке все хорошо вот но иногда бывает так что в ней в библиотеке как раз все и падает вот ну потому что вы что-то не так сделали потому что вы программируете носить где можно что угодно куда угодно переслать и там все испортить вот ни одно из этих требований не является обязательным вы можете отложить программу жутко за оптимизированную без исходников без debug info просто вот ходя в отладчики по по тому ассембленному коду с которому начинается старт программы более того даже в этом случае вы будете видеть например имена функций библиотечных потому что у вас есть компоновщик у вас есть вот эта вот штука она безо всякую дипа где богинфо тоже видно да именно тех те имена на которые вы ссылаетесь ссылались при по компоновке на вашей программы они естественно все видны вот такие дела значит ну сейчас мы будем пользоваться gdb и как раз посмотрим как нужно соблюсти эти условия возможности да хочу дополнительно сказать что есть возможность запихивать исходник прямо в debug info он при этом становится немыслимых размеров но зато вам не нужно например при отладке библиотек до при отладке библиотек искать все исходники этих библиотек да если у вас есть специально специального вида debug info который содержит и отладочную информацию и исходники то все будет хорошо значит ваша отладка пойдет красиво вот для нас с вами это будет означать что если мы хотим комфортно отлаживаться то командная строка должна выглядеть вот так cc это компилятор минус у 0 это значит никакой уровень оптимизации и минус g это значит обязательно компонент с дебагом не исключено что по умолчанию это так и происходит но как это некоторый уровень некоторый уровень явно явно заданных условий нам не повредить для linux внезапно это действительно внезапно я вчера папа потыкал и оказалось что это так и есть существует ровно один отладчик свободный как минимум точно один то есть раньше разные люди типа айбиема которые выпускали свой собственный интел а интел а которые выпускали свой собственный компилятор вместе с ним предоставляли еще отладчик но отлать и компилятор intel был несвободный отладчик был несвободный куда-то это все делать и в общем с горизонта linux она еще существует ровно один отладчик он называется гдб гнуди байер он бесконечно мощный мы как уже было сказано впихивая вот это не впихиваемые сегодня попытаемся просто краешком зацепить его а на самом деле он очень большой ну давайте попробуем ради приличия ради интереса откроем документацию в виде одной страницы вот одна страница документации вот это только оглавление этой документации это все еще оглавление документации это продолжается оглавление документации вот тут начался текст понимаете да вот как это выглядит поэтому мы только немножко потрогаем его вот да ну давайте что ли давайте что ли прям вот с этого самого файла а . а давайте на него еще раз посмотрим cc минус о 0 конечно же минус g example 1.c ну давайте минус о их скажем чтобы x1 а это удалим вот значит тут есть некоторые некоторые интересные тонкости а кстати мы их используем эти тонкости или нет не используем жалко некоторые интересные тонкости стоят в том что вы не можете написать вот так вот сразу давайте про них расскажу чтобы потом уже к этому не возвращаться если вы передаете параметры командные строки в вашей программе а это естественно очень часто в линусе да вот ну не знаю там арг в да просто арг ци да просто арг ци процент d параметры ну давайте уж ради давайте выведем ради интереса до последний параметр вот значит зачем это зачем здравствуй питон вот зачем я зачем я вообще вот этот кусочек написал я этот кусочек написал чтобы показать как передавать параметры если вы программу отлаживаете в gdb значит вот она говорит что их 4 и последний бэкслэшен забыл написать последний вот тут вот вот этот да вот а если их нету то она скажет что их 0 ну смысле один потому что есть потому что арг в 0 это имя программы конечно а забыл скомпилировать сейчас секунду я чуть-чуть раступлюсь вот так еще проще вот 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 все значит так вот сразу скажу если мы запускаем gdb вот этот самый x1 вот мы его запустили обратите внимание что он гдб прочел таблицу символов в этом x1 вот мы можем сразу сказать ран он запустится запустился отработал вышел вот мы можем continue а для этого нужно стоп сделать а как сделать стоп давайте придумаем как сделать стоп да не мы и команд да два это это два это сейчас а это я куда смотрю это лип сида seconds какой на нас лип есть его есть на нас лип в time h и на нас лип на на секундах давайте мы вот что сделаем мы сюда впишем этот на нас лип вот зачем я это делаю я сейчас попытаюсь человек который человек который считает что дизэссэмблер не понимает по имени виктор парус что взять дизэссэмблер не понимает где секция данных а где секция кода также не знаю где у нас лекция лежат в описании к данному эфиру есть ссылка на сайт лекций давайте мы здесь вот поставим этот на нас лип тайм на но с лип на на секунды это сколько миллион чете не нравится конструк тайм спек не ну и так это я не хочу на нас ли хорошо тогда просто с ним не лень пускать пускай будет с лип просто просто мне лень иначе мы просто не успеем ничего с лип 1 вот такой значит костыль начинающего программиста на оси в где-то возникли гонки что-то падает он вставляет с лип 1 чтобы значит эти гонки выиграть или наоборот проиграть вот если выйти программа в которой написано с лип 1 как это сказать а я почему она она не в нефтами что лежит и вниз туда она лежит нам не нужен таймаш нам нужен юнис т.д. вот если видите программу которую время от времени вот такие с липы подозревайте ее подозревайте ее в том что люди не хотят отлаживать рейс кондишен и в ней вот я вот сейчас написал с лип 1 мне самому стало неловко но он нам но мне совершенно для другого нужен поэтому у меня есть оправдание их бин не понял а я молодец здравствуйте питон вот очень хорошо вот давайте запустим это под отладчиком наконец вот я сейчас нажму control c как известно control c это посылка сигнала segund в терминал и внезапно мы мы остановились в выполнении причем не просто остановились в выполнении а остановились в выполнении нашей программы внутри библиотеки под названием бог его знает какой видимо липси функции функции позикс слепси файле под названием библиотеки слепси вот собственно вызови нанослипа через который этот слеп на самом деле эмулируется вот 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 клок нанослип вот конкретно здесь мы сидим вы вызвалась вот такая вот вот такая вот функция с вот такими жуткими параметрами вместо нас все было сделано вот я именно от этого отказался не хотел эти параметры вот bt это означает backtrace это стек вызовов наша программа main вызвала слеп обратите внимание что слеп это макрос на самом деле вызывается функция бла бла слеп эта функция бла бла слеп вызвала функцию бла бла ги бла бла нанослип даже тут бла 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 кажется эта функция ги нанослип вызвала ги клок нанослип а ги клок нанослип он как раз вот и получил в этот момент когда мы выполняли 71 строчку это гиг ги клок нанослип а нам пришел сегенд мы можем посмотреть вот этот кусочек нашего их него их него клуб ги клок нанослипа вот в котором мы остановились потому что в действительности дебаг инфо от всех библиотек с которыми мы работаем существует я чуть позже расскажу как его добыть в вашем сборочном окружении чтобы тоже уметь так делать вот мы можем что сделать мы можем просто сказать continue вот и снова нажать control c или сказать c и снова нажать control c c это тоже continue вот как видите оно падает в смысле мы останавливаемся в одном и том же месте когда оно висит на этом слипе вот мы можем сказать апп и он нас вот в этом бэк трейсе подвинет на один фрейм вверх и посмотреть из какого фрейма мы попали в тот фрейм можно сказать еще раз апп элит лист это уже темы это уже текст функции в которой мы находимся да вот вот тут вот тут можно сказать еще раз апп и мы попадем в наш мэйн вот он вот что еще можно сделать да да все можно сказать выполнять до ну можно сказать просто next и он будет по очереди выполнять каждую строчку вот это он видите он уже все в нашем цикле и слеп один фор слеп один и так далее вместо next можно сказать степ степ это значит зайти внутрь вызываемой функции вот смотрите ой нет в принт я не хочу заходить степ 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 а exit все там кончился счетчик ну хорошо давайте еще раз run yes control c так сейчас я вспомню как until специальная команда until выполнит вам кусок кода до return очень удобно чтобы выйти из очередного фрейма оп и вот мы оказались оп и вот мы оказались уже в исходном фрейме давайте еще раз покажу это ой until я сказал вот давайте еще раз это покажу чтобы было видно значит запускаем ой нет нет запускаем gdb программу говорим run в какой-то момент останавливаемся наблюдаем backtrace из четырех вложенных фреймов и говорим until ups наблюдаем backtrace из трех вложенных фреймов из двух снова из двух там видимо что-то с оптимизировалось а вот теперь уже из одного да значит мы довыполнялись до вот этого вызова вот и вот здесь мы можем сказать next 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 ups slip 1 я кстати видите не нажимаю букву n он просто выполняет предыдущую команду next next вот и вот теперь сейчас я скажу next а здесь я скажу step step и вот сейчас я вангую что мы войдем внутрь функции slip по команде step и правда мы вошли внутрь функции slip вот она вот мы посмотрели назад вот 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 эта функция slip вот мы посмотрели вперед вот вот и дальше можно делать снова next вот он сходил на slip вот а можно было сказать step и забраться внутрь еще и этой функции собственно говоря вот этот пример который а тут нету fun1 вообще а почему здесь нет fun1 а нет есть почему вот давайте пример неправильный это был неправильный пример сейчас мы поправим значит fun1 у нас int да соответственно мы здесь напишем рез равняется fun1 от n плюс i вот а здесь уже сделаем здесь сделаем рез я думаю что ничего не поменяется от этого но зато мы вот в этом месте нажмем степ и войдем в стек во фрейм и это будет удобно вот значит пока мы это делаем я вспоминаю зачем я вот эти две строчки добавил я их добавил не объяснил зачем если мы хотим запустить вот скажем вот так вот то мы не можем запустить вот так видите gdb считает вот эти штуки параметрами gdb если мы скажем run мы внезапно увидим что ни одного параметра не было передано нашей программе соответственно мы должны либо сказать либо сказать да yes 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 выйди либо сказать вот так вот run и сказать set args и дальше вот так run о it works видите да но это несколько неудобно потому что внезапно нам нужно внутри gdb передавать какие-то дополнительные параметры программ которые мы запустили или же мы будем говорить вот так вот и все что до минус минус аркс будет считаться параметрами gdb а что все что после минус минус аркс будет считается параметрами нашей программы вот видимо вот так и надо делать вот вот ради чего я писал эти printf чтобы показать что нельзя запустить вот так а можно запустить вот так тек тем не менее мы что посмотрели мы почти все посмотрели я кстати соврал не until а finish until это до следующего оператора а finish это до return сейчас покажу извините так ну так что значит вот мы его скомпилячили у нас есть теперь вот мы его запустили да вот вот мы его запустили сказали run вот мы его остановили остановили вот вот для того чтобы выйти из текущего фрейма надо не until говорить о finish я вас обманул вот видите он сразу видит он сразу показывает какой return value потому что он дошел до return и у нас backtrace сократился на 1 да fin вот а until это если вы отлаживаетесь допустим сильно за за оптимизированную программу это выполнить все инструкции ассемблера до следующей строчки в исходнем тексте until next line of code was reached what или is reached точнее ну вот значит вот мы снова говорим финал вот он вернулся в наш main если я сейчас скажу main то вся программа выполнится вплоть до return из main на смотрите а нет он говорит не хочу так делать мы у нас один фрейм никакого никакого финиша нету вот вот ну и вот next 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 да вот если мы будем говорить until то же самое делать потому что в данном случае никакой оптимизации нету ну вот а теперь смотрите я сейчас буду выполнять вот эту строчку и s step зайдет у нас внутрь функции fun1 вот она эта функция fun1 нами написанная вот она step step он зашел внутрь функции fun2 вот она функция fun2 step step вернулся в функцию fun1 а нет сейчас вот вернется в функцию fun1 вернулся вернулся в print такие дела так следующий акт марлезонского балета это брэкпойнты вот сейчас я специально модифицировал работу нашего нашей программы таким образом что она выйдет слипит вернее и мы успеваем нажать control c прервать ее работу вот это конечно же не всегда возможно потому что мало ли что вы там отлаживаете вот и поэтому давайте мы сейчас сделаем по-другому давайте мы вот это закомментируем вот чтобы она нам не мешала не раздражала своей висячистью вот кстати не все чисто совершенно чистая программа отлично работает вот а и слип тоже уберем на самом деле нет он был закомментировать извините вот это надо закомментировать вот да о как поступать в этом случае если мы хотим отлаживаться а очень легко мы можем поставить так называемую точку останова в которой будет указано в каком месте и при каком условии выполнение программы прекращать ну не прекращать а приостанавливать как если мы там нажали control c только там не control c а какое-то другое произойдет событие как это сделать ну вот у нас есть наши наши функции наши 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 программы вся давайте поставим точку останова ну не знаю вот в двадцать первой строчки б 21 нет это не то но как посмотреть breakpoints не забыл как посмотреть breakpoints сейчас вспомню а нет это settings нам надо ли значит тоже нет лист это лист это вот это вот а как уже будет показать breakpoints то так давайте гуглить я забыл правда почему я забыл непонятно знал ну и ладно инфо что breakpoints то да да давайте пробовать да спасибо дорогой google вот вот нам указано список breakpoints которые мы установили если мы сейчас скажем ран то мы остановимся в файле x 1.c на двадцать первой строчке опа вот этот breakpoint сработал вот мы ровно здесь находимся вот с этого момента мы можем заняться отладкой вот ну и так далее ну например написать print c вот c у нас равно 23 и даже можем написать вот так а 2343 p это print вот обратите внимание что везде где есть везде где есть переменная c он теперь выводит переменную c потому что принт это потому что принт это положить в список постоянно выводимых имен имя c вот и когда я говорю просто next он говорит о есть имя c выведем имя c нету имя c в локальном фрейме не будем выводить имя c вот если вы хотите не не print сделать а что то другое сейчас а как кстати убрать print а дел конечно делит не помню кстати ща секунд самому интересно ладно сэкономим время делит дисплей она называется уйди отсюда а вот ну вот да и теперь она у нас не будет показывать этот самый нет будет вот тогда вообще не знаю чем ладно слушайте не будем не будем сейчас будем экономить время значит этот этот самый дисплей лист можно редактировать верьте мне вот помимо break point существует также watch point это если что то равно чему то вот ну скажем 272 но символ цен коррит контекст конечно да ладно а какой а это результат да хорошо давайте тогда войдем туда сюда да вот тут есть c да нет а как там дисплей 47 да ну тут значит 45 44 watch point c равно 46 то есть run оп это у нас что такое это у нас break point был вот он у нас еще watch point нет 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 а почему я же вроде сказал он что локальный был а давайте скажем c да непонятно непонятно во удалим все break point и вообще выйдем отсюда так давайте еще разок просто мне интересно вот watch point 45 так так не сработает да break point phone 1 run вот опять я написал p я забыл как удалить вот давайте продолжим watch point 2 делизит блок а все watch point и локальные к сожалению как только мы вышли из вызова проценту процедуры естественно отладчик не знает на каком адресе смотреть это самое c в следующем вызове этого c будет может быть что-нибудь иное вот поэтому например мы можем поставить watch point вот здесь вот нарез да например вот так вот дисплей рез 260 да вот давайте ща ща 266 да вот давайте там сколько будет 272 watch point рез рез равняется 272 да а вот он сработал watch point вот также бывает еще штуки под названием catch point это в случае если пишите c++ на c++ и соответственно у нас вываливается исключение или если у вас сискол вызывается он тоже он тоже является catch point вот 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 print дисплей это понятно а экзамайн это гораздо более интересная штука вот давайте попробуем опять же break main continue нуран значит вот давайте попробуем где-нибудь вот тут вот сказать а тут у нас строчек нет мы не посмотрим мы экзамайн не увидим не увидим ну ладно значит экзамайн это просмотр куска памяти начиная с некоторого адреса в определенном формате вот x довольно удобная штука вот x допустим ну не знаю там а ну пока тут ничего нету вот x допустим ampersand n ну не n а n вот обратите внимание что экзамайн параметр это адрес ну в данном случае это адрес переменной n которая у нас там где-то определена но также можно и и посмотреть обратите внимание что переменная n явно статическая взята из блока взята из блока из секции data а переменные и явно динамической где-то на стеке висит который сверху у нас растет вот у них разница в адресах какая вот а дальше мы можем там указывать формат раз интересно тут есть ссылка на то какой формат бывает нету а жалко так теперь значит про breaktrace и про updown я вам уже показывал да breaktrace показывает стек вызовов а updown позволяет перемещаться между контекстами чтобы посмотреть чему там были равны какие переменные вот дам памяти ну такая же история как с экзамайном давайте все таки а вот что надо было вот так делать слэш ну скажем 64 x инвалид набер говорит а ну еще бы инвалид набер значит n вот так вот 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 это мы значит посмотрели не просто адрес n а еще 64 байта 64 чего машинных слова да 1 2 3 4 4 байтовых машинных слов вокруг этого самого n ну там везде нули там у нас ничего не лежало вот вот посмотрим ну и дам примерно так же работает 20 старт-стоп ну короче если вы уже знаете с какого адреса по какой смотреть кстати мы знаем с какого адреса по какой смотреть да и стоп хорошо чё тебе не нравится а там еще файл окей бог с ним с файлом это значит надо в память писать да вообще-то так должно работать но не знаю почему так а все он 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 не хочет туда писать он не хочет оттуда писать короче он говорит что в этом в эту память мы лазить не можем короче короче ладно значит это как раз нас нам вот этот мои мой тупеж намекает на то что нужно хорошо знать архитектуру на которую вы отлаживаете чтобы с такими вещами работать вот мы занимаемся сейчас не архитектурой все вот это значит что еще умеет что еще умеет гдб про что мы сейчас даже и потрогать не сможем а реверс экзекьюшен вообще-то гдб умеет запоминать контексты целиком значение памяти и переменных и можно делать анекзекью то есть перемещаться к предыдущему контексту который был до того как выполнили очередной инструкции вот и это не то же самое что реверс задача это именно что стек запомню как бы большой список запомненных контекстов ну точнее разница между ними и восстановление предыдущего контекста из и из текущего это довольно удобная вещь вот когда вам нужно еще раз посмотреть вот но попробуйте сами я уже не готов сейчас это показывать с учетом того сколько я протупил с дампом вот соответственно помимо помимо реверс экзекьют вы потом можете еще и записать какое-то количество да а потом походить по этой записи вот я этим пользоваться не умею в общем вот значит с вот этим примером мы уже походили по нему бэктрейсом да все уже значит это 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 эту задачу мы выполнили теперь давайте немножко займемся хакерством прям хакерством хакерством прям как оно есть чистое чистой воды хакерством ничем иным вот значит я с вашего позволения не буду эту программу набирать в в онлайне она большая давайте на нее посмотрим вот программа main у нее есть длинные целые бы она значит вызывает функцию тст в котором этот самый б передается в этой функции тесты мы ничего не для присваиваем присваиваем значение в некоторую x возвращаем 0 этот x не используется как видите да дальше у нас есть функция теста 2 который вообще без параметров в нем есть перемен есть ссылка на 1 ну короче ссылка на она и на интеджер а в этот инжир а мы кладем 42 опять же дальше мы ничего не используем возвращаем возвращаемся обратно вот значит бы у нас здесь а было равно 7 почему будет она в этом в этом месте мы сейчас посмотрим вот но что то мне подсказывает что я не зря писал эту программу вот это бы в этом месте равно 42 как так произошло мы вызвали функцию которая ничего не делает мы вызвали еще одну функцию который ничего не делает только присваивает значение ну очевидно что произошло что то вот здесь мы значит вот в этот а записали 42 давайте подложим потому что мне это очевидно что я сделал неправильно но я же это заранее придумал давайте значит минус у 0 минус г этот самый ер гдб этот самый ер так ну break main поехали так surfacer good значит cb вылезаем в тст b что у нас такое b значит он туда передал адрес переменной b до ну а уже нету п да п вот вполне себе адрес откуда-то из этого самого из стек фрейма да это локальная переменная она где-то на стеке лежит у нас все хорошо тут вот некоторые некоторые значит прозорливые люди в чатике в ю тубе уже увидели что указатель а не инциализирован но мы же хотим посмотреть как это получилось вот как как у нас 42 получилось ну вот значит что мы делаем с этим мы записываем туда кажется 0 да мы просто за мы просто записали здесь в x некоторые значения п вот ну в общем кстати x у нас у а смотрите x это адрес это адрес b в котором лежит 27 ну поэтому он вот такой 20 все понятно да значит все хорошо все было нормально единство что мы его за костили правда клонгу поэтому она то думает что это целое число но все такое можно все вообще такой язык которым все что угодно можно написать если вы этого хотите а уж закастить закастить переменные 1 разного типа но этот тип отдельно а длина какой длины в байтах то сплошь и рядом ну мы давайте продолжим мы вернулись мы вызвали степ вызвали txt2 и вот здесь вот нас очень интересно что такое а ну в смысле p а ой смотрите сюда а это локальная переменная этой самой функции txt2 1 расположенная на стеке где в том же самом месте где раньше была расположена на стеке переменная p мы же вышли из того фрейма схлопнули тот фрейм схлопнули развернули новый фрейм и там это первый параметр вернее это первое это первая локальная переменная в вызове в этом вызове функция txt2 Первая локальная переменная в этом вызове функции tst была вот эта, параметр. А, соврал, x. Да, спасибо. Да, да, конечно. Потому что как передаются параметры, это вопрос abi вашего процессора. А вот x точно был первой локальной переменной на стеке. Мы туда положили адрес p, а теперь мы взяли, завели переменную a. Как правило, нам сказал Денис из ютубного чатика, не пронициализировали, но поскольку это первая переменная на стеке, там лежал вот этот адрес, мы сейчас туда запишем 42, и всем будет хорошо. Неприятность этой программы, помимо того, что нам пришлось ее отлаживать, состоит в том, что... А, нет, все-таки если сказать минус-морнинг-олл, нам скажут, что она не пронициализирована. Но на самом деле си такой язык, в котором можно многочисленными способами вот это все, все эти конструкции нарушить, и вам никто ничего не скажет, а работать будет вот так. Еще и падать не будет. Что интересно. Что еще интереснее, если сейчас закомментировать вызов txt, смотрите, вызов, вот этот вызов, закомментировать, программа внезапно после этого упадет. Почему? Потому что у нас вот здесь будет какой-то мусор в стеке, вот в этом месте, и при попытке присвоить по адресу мусорному, который тут лежит, что-то, произойдет вывод. Я в вангое, что там будет ноль. Но не факт. Там, как вы видели, там может лежать что угодно, оставшееся после предыдущего вызова какую угодно функцию. Представьте себе, что зловредный хакер туда прописал конкретный, хороший, важный адрес, чтобы прямо туда записать что-нибудь такое, что он хотел туда записать. Оно взяло и записал. Вот. Значит, здесь приводится чуть более конкретный пример того, как это делается по-хорошему. Ну, потому что мы догадались, что это происходит. Мы увидели, что вот это равно вот этому. А здесь приводится пример, как с этим справиться, так сказать, в состоянии незнания. Ну, давайте это сделаем. Да, значит, во-первых, вернем вот это. Во-вторых, скомпилируем. В-третьих, запустим gdb. В-четвертых, скажем, bmain. Поехали. Значит, next. Вот. Значит, b у нас локальная переменная, она на стеке. Давайте посмотрим. print slash x ampersand b. Вот он. Вот. Ну, или можно было вот так сказать. Ampersand b, да? Да, да, вот. Это наша переменная на стеке. Теперь, значит, автор плана этой лекции, то бишь я, советует нам зайти в TST и посмотреть, что там на стеке лежит. Давайте посмотрим. Значит, step. Мы куда зашли? Куда мы зашли? А вот мы как раз в TST и зашли. Ну, скажем, x, xamain, 8 машинных слов. Содержимость стекпоинтера. Ну вот. Вот это, значит, наш стек. Вот. Предположительно, вот это вот. Сейчас, а тут нет, кстати, 250. Здесь 260. А, так оно же передано. Да, 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 да. У нас оно, да. Вот. Да. А вот это мусор под стеком. В обратную сторону. Вот. Вот он наш. А, да, вот 220. А, потому что это 230. Все нормально, да? Значит, сейчас у нас стек. Смотрите. Сейчас у нас стек указывает. Вот это все свободное место в памяти. А вот это уже мусор. Ну, в смысле, это то, что под стеком. А это занятое место в памяти. Вот в этом-то занятое место в памяти. Вот этот самый, вот этот самый наше, в данном случае, x, да? Вот оно. Переменный x лежит по адресу 228. Мне лежит 250. Это, собственно, под стеком, занятое место стеком. Вот оно. Вот оно, и вот это 250. Мы знаем, что в этом месте на стеке лежит 250. После того, как мы выйдем, этот фрейм схлопнется. И, соответственно, стек у нас уже будет расти не с 238, потому что вот предыдущий вот этот фрейм, он был удален. И когда мы войдем в следующую функцию, где она там? Ой. Вот. Когда мы войдем в следующую функцию и посмотрим на стек, мы увидим, что стек начинается с того же самого места. И там лежит этот 250, который мы не инициализировали. И сейчас мы его пропишем. И все, 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 значит, вот все вот эти. Вот такие дела. Значит, так предполагается отлаживаться, если мы не обнаружили вот этого случайного. Мы видим, что вот здесь мусор, да, и что в этот мусор мы что-то пишем. Это явно не тот мусор, который мы хотим. Ну вот. Теперь относительно дебаг-инфо. А, относительно девел-версии пакетов, в которую я, кажется, тут ничего не говорил про девел-версии пакетов. Давайте мы посмотрим. Давайте я впишу это в план, чтобы не забыть. Вот. Я обещал вам рассказать про девел-версии пакетов. Но вот давайте и у бббм, где вот, 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 нет. Вот. Вот. Это мы записываем и отвечаем на этот вопрос. Из чего стоит девел-пакет? Давайте сначала посмотрим, сколько у нас вообще девел-пакетов стоит в этом окружении. Довольно много, потому что я тут собирался показывать всевозможные виды отладки, и поэтому понаставил девел-пакетов. Но самый простой способ, не знаю, инкурсис девел какой-нибудь, да, вот, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь. Либо инкурсис... Инкурсис... Эль. Либо инкурсис... В... Девел. О! Из чего состоит... Девел-пакет? Он состоит из каких-то библиотек. Давайте сразу посмотрим на то, что это библиотека. Это такая специальная библиотека. Это на самом деле просто ссылка на текущую, сунейм, текущую версию библиотеки. Видите? У них имена совпадают. Точка со есть. А вот версия АБИ в случае девел-опущенной. Зачем это нужно? Ну, когда вы собираете, говорите, минус Эль энкурсис, или минус Эль, в данном случае форм В. Ищется библиотека с вот таким названием. Какой конкретный АБИ в ней используется? Ну, вот это. Если два АБИ разных, то там будут, в общем, вот. Теперь, говоря про... Да, значит, вот это у нас просто семлинки с опущенными версиями АБИ. Дальше. UserInclude. Вот давайте, если мы скажем, вот, вместо InCursesV, InCursesDeal. Во! Man, сейчас, это man, это очень интересно. Понятно, что это маны по вашей библиотеке. Может быть, иногда выделено в отдельный пакет с документацией. Может быть, мне тоже стоит так сделать. Да? Значит, UserInclude, да, для того, чтобы собрать что-то с библиотекой, нужны инклюдники, иначе у вас, ну, сишний, компилятор будет рогаться тоже. Они с самой библиотекой не приезжают, а с девел-версии приезжают. Вот. Но этого недостаточно. Давайте еще, давайте еще... Да, и там дальше еще кое-какие дополнительные инструменты, типа pgg-config, о которых мы будем говорить не сегодня, а в следующий раз или через раз, я его не помню. Вот. Теперь давайте посмотрим, что еще. Помните, я говорил, что есть способ упаковать debug.info отдельно, не внутрь бинарника, а рядом с ним? И вот это мы сейчас посмотрим, как это устроено. Только давайте в план запишем ответ на вопрос, из чего стоит debug.info пакет. Эти все пакеты, divelo.debug.info, по умолчанию в вашу сборочную среду не устанавливаются, потому что вам... Вашу обычную Linux-среду не устанавливаются, потому что они вам не нужны. Они нужны только для сборки. Вот. Давайте посмотрим debug.info. Debug.info. А у нас их тут практически нету. Ну, давайте, что ли... А ну, какая разница, вот есть ли ПЦРЕ3, да? Его достаточно. Час. Лип. ПЦРЕ3. Дивел. Я сказал, девел. Дивел. Вот он. Вот. И это точно... Это, скорее всего, ПЦРЕ3 как раз тот самый. Вот. Ой, тут... 16. Да, 3. Видите? Вот. ПЦРЕ3. Вот. Это девел. А это debug.info. В пакет debug.info входят все исходники вашей библиотеки внезапно, чтобы не нужно было их скачивать, и специальные файлы с решением .debug, которые содержат как раз debug.info для вашей библиотеки и ссылки на вот эти самые исходники. Вот. Таким образом, имея установлен вот такой пакет, мы можем не пытаться при отладке скачивать там какие-то, значит, дополнительные информации. Вся дополнительная информация, она положена вот тут. Вот. В специальном месте эти исходники хранятся, видите? USR, SRC, debug, имя пакета и, значит, исходники от этого пакета. Вот. Что такое build.id, не скажу. Ну, в общем, это, видимо, чтобы не перепутать исходники пакетов с очень похожими, с разными версиями, но похожими названиями файлов. Ну вот. Значит, есть такая фишка, она называется debug.info.d-сервер. Debug.info.d-сервер – это такой сервер, который предоставляет вам debug.info информацию. Вы можете отлаживать вашу программу, имея этот самый debug.info, имея debug.info только от вашей программы, а debug.info от библиотеки получить с сервера. Например, у community alt-linux есть прям вот такой вот. Сервер, вы прямо говорите вот так. Вот. Они говорят, что надо посмотреть юст, вот что это было. Он посмотрел и говорит, какие вам нужны еще этот Z-Shell у нас был. Вот. Ну и так дальше. Вот мы, например, можем попробовать попытаться отладить… А, у нас там libincursis. Ну хорошо, мы попробуем воспользоваться libincursis, тем самым debug.info.d-сервером, когда будем отладывать программу на libincursis, но это чуть-чуть позже. Ну вот. Соответственно, если я не забуду, я еще вернусь к этому, но у нас есть еще парочка важных тем. Кажется, да. Вот здесь вот хранятся… Вот здесь вот хранятся скаченные debug.info, вот такие самые… Такие же, как мы видели в пакете debug.info, скаченные с сервера debug.info пространства. Вот. Я про этот каталог упоминаю, потому что если, например, вы очень много будете этим пользоваться, то вот в этом файле может быть несколько гигабайтов, потому что там же исходники всего лежат. Да. Вот. Имейте это в виду. Просто так-то вы их автоматом видите, эти debug.info ставите, удаляете, а так они скачиваются и лежат где-то в потайном месте. Вот это питайное место. Так. Здесь перечислено какое-то количество текстов вспомогательных на тему, как пользоваться ГДБ. Вот это чит-шит по ГДБ, его можно распечатать, сложить гармошкой. Он, видите, так сделан, что вы печатаете на листе, складываете гармошкой, с двух сторон, складываете гармошкой, и так вот в нем, значит, 20. Тут, правда, формат немножко не А4, а скорее такой летер, да, но какой есть. Вот. Тут все потихонечку программки, все потихонечку команды написаны. Вот. Это чтобы в MAN не ходить каждый раз. Дальше, значит, давайте проверим валидность ссылок. Че? Это как, простите? А, понятно, человека забанили на Хабре. А вот тут все нормально. Тут вот есть. Значит, вот это вот забанили человек на Хабре. Ну, ладно. Учебник по ГДБ есть. Где это такой? А вот тут опять точка HTML, да? Да. Давайте тоже поправим. Вот ведь я забуду же. Значит, что поправим? Во-первых, вот здесь вот человека забанили на Хабре. вот, во-вторых, вот здесь вот gdb.html, кажется, да? Нет, вот здесь вот gdb.html. Вот. В-третьих, есть один момент, который я бы хотел с вами обсудить, вот, который стоит в следующем. На самом деле, в современных линуксах вас вообще могут не разрешить запускать гдб. Во. Вот из-за этого. Значит, из-за того, что системный вызов ptrace, с помощью которого гдб, собственно, занимается отладкой, в определенных ситуациях может оказаться небезопасным, с помощью него можно получить доступ к несвоей памяти. Вот. Причем это логика самого ptrace, вы не можете это, вы не можете это защитить, поэтому для в потенциально небезопасных окружениях эту штуку просто отключают. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, что у нас вот здесь вот. Это, естественно, можно делать только от рута, понятное дело. Вот. Чо минус А. Вот. Видите, у меня выключен этот птрейс, вот эта яма птрейс сколб. Если его включить, вот, то внезапно гдб может перестать работать. Либо так может перестать работать. Ой. Нет, так не перестает работать. Либо, что скорее, он перестанет работать в состоянии, когда вы подключаетесь с помощью гдб к уже работающему процессу. Вот это точно не работает, если птрейс сколб выключен. Сейчас мы попробуем это сделать. Это сделать очень легко. Надо раскомментировать вот этот самый слип. и пока оно будет там слипать, попытаться его запустить. вот мы запускаем только не ER, естественно, EX1. Вот мы запускаем EX1. Сейчас мы в соседнем окошечке тут зайдем туда. В соседнем окошечке зайдем туда же. Попытаемся запустить процесс, а потом его начать отлаживать. И у нас, по идее, я вангую, что у нас ничего не должно получиться, потому что яма эта запрещена. Вот. Давайте попробуем. Значит, вот у нас есть EX1. Допустим, он, допустим, в фоне. нам скажет какой-то пакет. Вот. 10, 392, Gdb, минус P, 10, 3, операция не позволена. Вот. Собственно, вот оно. Ну тут он уже закончился, но вот, вот, вот что вы можете увидеть, когда, вот что вы можете увидеть, когда у вас яма это выключена. Вот. чтобы это было не так, надо из-под суперпользователя эту операцию, эту защиту запретить. Бас. Напискать, скоп равняется 0, и все. В смысле, яма Патриотскоп равняется 0, и тогда, по идее, должно это все заработать. Ой. А сколько там было? Я тут не успею. Ладно, еще разок. 104, 27. О! Получилось. Вот. Ну и дальше оно там, вот я сказал continue, оно продолжает работать. Ну вот. И в этот момент, когда мы к нему подключились, оно приостанавливается, ну и дальше все, все как у людей. Такие дела. Значит, для того, чтобы у вас работало подключение к уже работающему процессу, нужно вот этот ПТС выключить. Говорят, это не очень секьюрно. Вот таким способом можно получить доступ к какому-то пространству имен, которые не совсем ваши. Вот. в некоторых дистрибутивах лекции номер один. Так, отсюда можно выходить. Домашнее задание еще из лекции номер один. Вот. Где мы работали с Encursus? Как отладить вот такую программу, которая работает с экраном? Если я сейчас запущу под ГДБ, начнется полная каша между тем и вот этим. Вот. Отладить ее можно так. Можно запустить ГДБ сервер, а в другом окне, которое подключено к той же машине, запустить клиент к этому серверу и вполне себе отлаживаться. Давайте это сделаем. ГДБ сервер, ремонт, это значит, что управление будет происходить удаленно по сети, потому что там еще можно, например, кумпорт указать. Дальше. Localhost, ну скажем, раз, два, три, четыре, пять. А, и что отлаживаем? Вот это окошечко. Вин. Нет? Вот так что ли? Да нет. А, значит, нет вина, да? О! Значит, что сейчас происходит? Сейчас у нас запустился ГДБ, он подключился к... запустил процесс и ждет, пока мы начнем, пока мы подключимся к нему, чтобы процесс этот запустился вообще. Давайте подключимся к нему. скажем, ГДБ. Здесь, скажем, ремонт, не ремонт, а коннект, сейчас я вспомню. Таргет ремонт. Таргет. Это означает, что мы подключаемся к ГДБ-сервису. Ремонт. Это означает, что мы подключаемся к нему по сети. localhost 2.1, 2, 3, 4, 5. 5. Ой. Я все время путаю кнопки, которыми надо делать это. Вот. 5. О! Подключились. Говорим ему, значит, эту, как если бы мы подключились и остановились, то есть это вместо как бы ран. Говорим ему continue. И смотрите. Вот она. Мы можем сказать control-c. И оно там зависнет. Вот. Можно сказать continue. Оно продолжит работать. В общем, отлаживаться. Вот это наш экран. Вот он. А это наш экран отладки. Ну и, в общем, со всеми вытекающими. Да? Если мы скажем quit, программы, то стоит сторона, остановится. Вот. Отладка с помощью GDB сервера. Это в случае, если у нас одна и та же машина. Вот. Кстати, я обещал проверить насчет debug-info. Во. Debug-info нету. А мы давай сделаем экспорт. И проверим еще раз. У нас не стоит пакет debug-info соответствующий. Вот здесь. Вот. Предположительно, он его скачает с... Предположительно, он его скачает с debug-info сервера. Ну-ка. Ну-ка. Смотрите. Ну-ка. О. Видите, что он сделал? Он скачал с debug-info сервера debug-info для тех библиотек, с которыми собран этот бинарник. И теперь мы можем даже сказать где-нибудь тут вот ctrl-c, выпасть в какой-нибудь выпасть в какой-нибудь backtrace и даже увидеть содержимое библиотеки там какой-нибудь вот-вот-вот-вот incursus, вот здесь вот, да? Давайте попробуем вот сюда подняться. Вот здесь, например, да? Нет, содержимое он не видит. А зря. Да. Что-то ему не хватило. Ну ладно. Важно то, что он умеет их скачивать. Что там произошло с debug-info? Это надо пожаловаться Монтейнеру, то бишь мне. Возможно, я неправильно его сформулировал. Ну извините. Ладно. Маленькие, 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 как это? Немножко календжухи. Последняя вещь, что я должен сегодня рассказать, потерпите пять минут тогда, пожалуйста, потому что на это будет домашний задание. Это сценарий для ГДБ. Как обычно у нас, если вы помните, я предупреждал в начале курса, много всего в домашнем задании будет базироваться на чтении документации. В частности, мы сейчас допустим простейший сценарий для ГДБ, но документацию, но как писать сценарий для ГДБ, будете смотреть вот по этим статьям. Сценарий для ГДБ это когда ГДБ выполняет некий скрипт, написанный на языке ГДБ, в котором есть всякие функции, выполняющиеся в разные моменты. давайте сейчас сделаем обратно, перейдем вот этот дебаггинг, вот у нас есть этот EX1, да, ГДБ EX1, вот, и давайте напишем такую вот функцию. в этой функции будет написано, что breakpoint, ну, во-первых, да, во-первых, надо сказать setPegenationOf, чтобы все дампы не задерживались при выполнении скрипта. breakpoint функции 2, если n давайте вот, 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 вот и все описание, все, вот ровно так это и делается. Вот. Если переменная n больше 128, тогда выполняем команду номер 1, выводим backtrace и продолжаем дальше выполняться. Вот. Что при этом должно произойти, по моей мысли? Когда мы скажем run, он должен один раз выдать backtrace в тот момент, когда функции 2 переменная n была равна, была больше 98, или начать выдавать точнее эти backtrace. Давайте это проверим. Значит, времени у нас нету, давайте сразу скопипастим это все. Смотрите, вот это у нас breakpoint, если n больше 98, но к нему привязана команда, которая будет выполняться, и там будет написано показать backtrace и продолжать. Поэтому я себе скажу run. Ну, давай, 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 давай. О! Видите? В тот момент, когда вот это условие стало срабатывать, произошел breakpoint, но к этому breakpoint была привязана функция, говорила бы ровно следующее, напишите backtrace и продолжайте. Она написала backtrace и продолжит. Последний пример, и я от вас отстаю, просто он уже такой, поверьте мне на слово, что это такой пример, потому что вот программа на Qt, пример на C++, в которой используется QString. это страшный ужасный объект Qt, который где-то в недрах себя имеет стринги, но на самом деле он очень хитрый, удобный, их можно складывать, не надо заботиться о памяти, там очистка мусора и все такое. Страшный объект. Если вы попытаетесь его, эту программу, отладить, вот, тут какой-то 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 ворнинг, но это не страшный ворнинг, это у нас по умолчанию используется namespace. Yendl берется из Td namespace. Ну вот, вот если вы попытаетесь отлазить эту программу, что у нас там было? Минус O Q5. Вот. Gdb, я сказал Gdb Q5. Да. да блин, я все время забываю. Ну ладно. Вот. Ну где-нибудь вот next, 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 next. Чему равно A? A. короче, мы не знаем, чему равно A. Это какая-то ссылка на какое-то что-то, на какой-то куст string. Ну вот, ну вообще-то можно написать функцию, примерно вот такую, которая умеет работать с q-string и на Gdb ее написать. Вот. Она даже у меня, видите, записана в Gdb init, эта функция. И мы можем сейчас посмотреть Bmain. все время забываю, ладно. Все, у нас там интернет и не интернет и больше. Надо было unset сделать это. Это он опять Gdb это самое, debug info скачивает с сайта. Вот. Не, не, вот. теперь давайте посмотрим, как она там называлась функция. Функция называлась, функция называлась print qs5 dynamic. print qs5 dynamic. Нет, динамик, это динамический файл. А. Опа. вот. Все, значит, это что кратко, что я хотел вам сегодня рассказать. Теперь домашка. К сожалению, как я уже сказал, домашка, а, да, я еще хотел сказать, что сценарий на Gdb можно писать на питоне. Так, на всякий случай, если что, можно. Не обязательно писать вот на этом, можно писать на питоне. Так вот, домашка будет стоять следующая. Значит, добиться того, чтобы у вас нормально работал debug info во всех пирогах, в вашем сборочном окружении. Посмотреть вот всякие, у кого есть, обновить свои навыки работы с Gdb. Gdb, командный дебаггер, никаких кнопочек, ничего. Вот. Написать простейшую программу, которая будет заниматься, это такая программа генератор, которая, значит, как в питоне range работает, вот он без параметров выводит help, с одним параметром выводит в столбик последовательный, с двумя, ну, короче, очень простую программу. Вот. И написать Gdb-сценарии, которые запускают этот range с нужными параметрами и выводят содержимое переменных, отвечающих за начало, конец, шаг и текущее значение девозона. Строгого формата у этого вывода нет. он ватс. И другой, значит, range. При этом в этом range уже нужно сделать условный оператор, чтобы выводился только для, вот эта фигня выводилась только для этих элементов, обратите внимание, это просто больше-меньше. от минус 100 до 100. От минус 100 до 100 вы запускаете программу, а Gdb-информацию выводите только от 28 до 35. Все. И написать makefile, в котором будет цель-тест, который вызывает вот эту штуку. имейте в виду, что Gdb, когда он работает, выводит очень много лишней информации. И если написать просто вот этот скрипт, он будет на экран спамить дикое количество всего. Ну, мы видели, сколько он всего спамит на экран. Я написал так, я говорил прям эхо бля-бля-бля и принт. Ну, вот, и grepal потом только эти строки, которые на бля-бля-бля начинаются. Вот. Я, может быть, сам еще раз перепишу решение этой домашки, просто в прошлый раз оно было так устроено, что нечего было светить. И просто покажу, как это работает. Вот. Собственно, все. Да, сами скрипты очень простые. Скрипты вот существенно проще, чем вот это. Да, это просто, значит, некоторый условный оператор в конкретной строчке вашей программы, на самом деле. Вот. Все. Значит, если вам покажется, что это слишком легко, напишите настоящий, настоящий итератор на си, чтобы, значит, вот эти функции работали так, как тут написано. Вот. Это необязательно. Вы можете сделать обычный цикл. Вы можете решить вот так. Все. На этом все. Если есть вопросы, задавайте. Я выжрал у вас кучу времени, видимо, чем-то увлекся. А, я тупил. Я тупил над опцией dump. Если нет вопросов, то всем спасибо. В следующий раз у нас давайте посмотрим, что. Вот. Чтобы было понятно. Так. Тут какие-то регулярные выражения. Я не уверен, что у нас будут регулярные выражения в следующий раз. Напоминаю, что регулярные выражения это такая тема, по которой я читаю лекцию, если не подготовился к очередной лекции. Вот. Хотя. Ну, короче, я устрою голосовалку в большом чате. хотим ли мы реакцию по регулярным выражениям или это такая чисто прикладная штука, а мы будем двигаться дальше именно по разработческой части. Все. Значит, на этом всем спасибо и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова